Тот, который упал, да? Самолётики летают. О, кстати, метро, видите? Метро здесь в Нью-Йорке наземное. Подземного метро здесь нету. Это не метро. Это метро, Жанна, говорил. Нет, метро там, а это монорейл. А метро она шире и больше. Там поезд настоящий. А это просто как без водителя. Это типа трамвайные пути, да? Монорейл. Он делает маленький кружочек, он бесплатный. Он проезжает, у него маленький кружок внутри даунтауна. И все, что мы сейчас делаем. Даже в некоторых местах через здание. Это офисное здание. Сейчас мы поедем на этом трамвайчике, что я вам показал. Который я назвал метро, а это оказывается не метро. Мы опоздали на наш трамвайчик. Не дождался, зараза. Вон, расписанница есть наверху, видите? Вот по таким рельсам он ездит, видите? А, кстати, вот он едет к нам сейчас. Вот он подъезжает, наш трамвайчик. Сейчас посмотрим, что внутри есть. О, видите, нас встречают тут, все улыбаются. Привет, Серега, мы рады тебя видеть в Майами. О, смотри, мест свободных много. Вот, другая сторона. Вот, прямо для нас. А это конечная, что ли, получается? Здесь входит и выходит, да, Света? Да нет, здесь много остановок есть. Просто кому надо было сюда доехать, мы-то не доехали. А то просто вагон пустой, как-то непривычный. Ну, вот здесь в основном вообще забиты, вот этот вагон и поезд этот в час пик. Когда час пик он полный, потому что на машине нигде проедать практически нельзя. Пробки большие. А, сейчас не час пик, получается. Да, сейчас... А вот это голубое здание, что это такое? Банковское здание. Это мы с вами на машине проедем по этой улице. Это улица Всемирных банков. Прикилями. Вот это магазин Whole Foods. Это магазин ганих продуктов. Каких? А, ганих? Да. Без всяких этих гадостей, да? Ну да, без антибиотика, без всего. А вот это круглое, что это такое? Это тоже банковское здание. Все, что вы видите, такое стеклянное, круглое и странное форму, это все банковские здания. Здесь есть жилые дома тоже, но они украинские. Я уже выучила в идеале, но мне легче, если честно, объяснить даже, что слово означает, там, английское. На английском языке объяснить его значение, чем на русский перевести. А, все ясно. Мы едем на моно-рейл. Как нам сказала гид Маша. Если она сказала неправильно... Не Маша, а Даша. Ой, Даша. Ну, подумай, что репута. Даша. Вот здесь уже все здания практически живые. И мы едем без водителя, заметьте. Все автоматом работает. Продолжаем наше путешествие по Майн-Айме. По Даунтауну. Да, по Даунтауну. А мне нравится кататься так это. И дочки, по-своему. Вот плохо, что стеклышко они не помыли перед нашим приездом. Почему этого видно не будет на камере? Да, конечно, не будет видно. Я-то вижу. Еще налево была рельса. Мы там тоже будем, да? Нет. Это большое кольцо. Это другая линия. Он ездит просто далеко. У нас до времени на это нет. А, он там целый час будет ехать? Ну, не час, но долго. Все равно, потому что 40 минут. Нам надо. И тоже бесплатно, да? Бесплатно. А, и тоже видочки можно поснимать, да? Получается. Ну, так и так много. Если честно, на той стороне, это вот так сломанно, как он украинский район. Самый украинца. А, это самое интересное. Да-да. Продолжение следует... 3rd station. Укрытие банка. Они даже здесь остаются. Дау-дау самый молодой город. Дау-дау нам всего 35 лет. Здесь застройка этой местности началась только 35 лет. После того, как здесь и здесь больше ничего не происходило. Дело в том, что во время Кубинской эмиграции сюда собирались отросы общества. Дело в том, что вот первая волна эмиграции из Кубы, это были люди, которые могли себе позволить переезд, а не переезжали. Это была хорошая война, волна. А следующие две волны, 50-е, 60-70-е, это когда Фидель Гастро пришло. Взят в Освобусской эспорт и специально посылал сюда. Всех на ключ, вонок, сумасшедших и так далее. И он их посылал сюда. И, естественно, большинство из них, конечно же, оказывалось в Майами. Это были лучшие времена. И вот именно в Даунтауне они собирались. В итоге они основали маленький городок, который сейчас Лидолгаванц называется. Он недалеко от Даунтауна. И вот, кстати, полностью уличный город. Там все даже, все наши, все поиски, все на испанском. Все абсолютно испанском. Вообще вот эта местность, и в Брике и Левине появились, и даже стадион вот этот баскетбольный появились, после того, как Шакила Нил сказал, что эта местность может получиться как второй Моркеттон, что здесь тоже может быть скайлайн, что это может быть очень хорошим местом. Но потом нашел инвесторов, только благодаря ему построили этот дом. И вот этот улица первого банка в Брике и Левине появилась. Тоже благодаря ему, потому что он нашел инвесторов, он призвал людей. И только благодаря ему все согласились. Именно семья Брике и семья банкиров основала вот эту улицу в Брике и Левине. И начала строить первые дома, первые балловские здания. А также авиакомпания Мэй Каналила здесь построила вот этот стадион Баскетбольный, который сейчас в Воздух и Сайда стоит. И это можно сказать благодаря Шакилу Нилу, но он призвал детей. Ну естественно, после того, как здесь начали строительство, мы из этой зоны стали угонять, разгонять вот эти все банды, и они стали перемещаться. Вот именно в то время они создали вот эту улицу в Гавану. И также они переместились туда дальше, где район искусства, например, сейчас. Там были просто складовые помещения. Там вообще не было. Но там построили академию Майя Минскул. Сейчас это считается академия одной из лучших во всем мире. Ну так вот, когда ее построили, там профессора, ученики решили, что они будут... А им нужно изменить район вокруг себя, потому что это был вообще небезопасный район, там кроме этой экземии, потому что ничего не было. Вот они стали прессовывать стены. Сейчас мы, кстати, проезжаем через Майами Дейтл Коледж. Это главный кольд в Майами. Вот у них даже станут. Так вот, да, вот эти ученики, они стали разрисовывать все стены там в Вингвизе. И в итоге получилось... У них было очень красиво и очень интересно. Но этот город в итоге вот появляется собор, это скуд, в районе скуд, по Вингвизе. И там даже до сих пор приезжают вот эти уличные художники, там специально на них стены подготавливают, когда они разрисовывают. Там очень красивые картины. А еще что есть? Да, это значит, что в Вингвизе вообще самый бескольный дискут. И в Вингвизе это другой район. А, в Вингвизе от Вингвиза здесь. Да, я рассказывала вообще об общем про район Даунтауна. Здесь еще есть этот район, который называется район Даунтауна. Там одни госпитали. Там жили в домов вообще нет, там только госпиталь. Причем там и госпиталь посвящен, например, госпиталь посвящен сердцу, госпиталь посвящен болезни рака, госпиталь посвящен еще чего-то. Ну, вообще там все отдельно. Вот это зрение, там просто есть. This is government center station. Transfer here for metro rail and third street station. Здесь находится еще и медицинский университет. Смотрите, на пол. Не тюрьма, а СИЗО в СИЗО. Прямо там. Они там уже выживаются, да, на заключенном. Да, поставили. Да нет, но я не знаю, что там тюрьма. Там СИЗО. Тюрьма, которая вот где уже, когда срок дали, там эти... Нет, там СИЗО. Придворительный, да. Придворительный, да. Классная экскурсия, да, Свет? Больше, чем даже с машины снял. А потому что здесь окно такое... Удобно снимать, да. Не, мы еще выше находимся, как бы, сами по себе. Да, да. А вот смотри, слева, где мы были, снимали. Видишь, вот это. Да, да, да. И как его? Аполлон 13. Что погиб. Вот мы проездили в космический центр в пятницу, вот, восьмого часа. Мы сейчас выходим, да? Да. Был запуск ракеты как раз, космического дрома. А, сейчас не будем. Это, конечно, такое зрение. Но мы даже не ожидали, мы не знали. Здесь даже лифты есть. Сейчас на ней спустимся. Им нужно было протестировать тетандрон, который должен будет доставлять, например, что-то на космическую станцию. Но они просто протестировали. Они его запустили. Он поднялся и потом тестировали приземление. Он приземлился успешно. Ну, и теперь я не знаю, когда они его будут запускать. Но это не ракета была сама. Он большой, как ракета. Как нестающий ракет. Там звук такой мощный. А мы приезжали, что и думали. Почему так много народа? А мы после этого неудачно, неудачно запустили. Вот по этим путям мы ехали. Кому понравилась наша увлекательная, интересная поездочка по монорельсу в даунтауне, ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии мы отправимся кататься по даунтауну. Всем до завтра. Продолжение следует...